Ее обнять, целовать и благодарить Бога за нее. Мне и сейчас хочется. То есть Господь снял эту маску. И еще самое главное. Когда я сюда приехала, и тут все у меня было плохо, у моей семьи тоже были такие, там муж с детьми остался, и звонит мне, что я не могу, я уже не выдерживаю, я повешусь. Но 5 лет назад, когда я поехала учиться на медико-медицинскую школу, мне Господь дал заверение. Ты служишь мне, а я заботюсь о твоей семье. 5 лет так и было. И я же не понимала, почему мы вот здесь молимся группою о моей семье, а Господь ничего не решает и не действует в моей семье. И вы знаете, когда я вечером звонила, уже после моего признания и покаяния, я звонила домой, дома все изменилось. Девятого числа звоню домой, все хорошо. Десятого звоню, одиннадцатого звоню, все у них отлично. А сегодня они вообще как были будто в раю. Я понимала, что Господь свое заверение, тот завет, который Он мне дал, Он снова возобновил. Я очень благодарна Богу за то, что Он со мной сделал, за то, что Он мне показал, вывел этого ложного пути, в котором я находилась. Я благодарю и славлю Бога за этот опыт. И я очень прошу, чтобы Дух Святой и Вы молили за меня, чтобы мне это решение довести до конца. И чтобы тех людей, которые под моим влиянием также в этом участвовали, чтобы Дух Святой помог и обличить, и исправить все пути ихние. Благодарю, слава нашему Господу. Мы принимаем решения, мы меняем свою жизнь, мы делаем выбор. И это то благословение, которое мы, я думаю, многие испытываем в своей жизни. Может, еще кто-то хотел бы поделиться кратенько своим благословением? Раз, один-два раз, сестра хотела. Дорогие братья и сестры, я здесь потому, что хочу сказать крик души. Когда первый раз захотел быть в обиходах, я приехал сюда зимой с женой. Жена неверующая. Пять лет живу с ней, будучи уже адвентистом. И вот зимой мне начал Бог открывать свою любовь здесь. И я тогда еще зимой, когда отдыхал, принял решение приехать на лагерное собрание и молился об этом. Просто молился, и все. И когда приблизился этот день, были трудности. С деньгами были трудности, в отношениях с женой были трудности. Но Господь помог, подвел меня к тому, что уже все. Я поставил чемодан в автомобиль, и на своем автомобиле выехал в путь. Нужно было проехать через город Киеве, недалеко отживу от города. И заехав в Киев, остались проблемы у меня с колодками тормозными в автомобиле. Не понимал, в чем дело. Начало тереть. Я заехал на СТО, и мне сказали, что замена нужна машина, ну, колодок. А знаете, впритык. Денег не было особо, все впритык. Я не знал, что делать. Я опять молился. Говорю, Господи, я должен быть здесь. Я вот эту любовь почувствовал здесь. И я верил, что Господь хочет мне вот здесь больше открыть. Я молился, поменял на окружной, на этом СТО, колодки тормозные. Заплатил 500 гривен. Наверное, завысили цену. Я уже потом думал, 200 гривен за замену колодок – это дорого. Но я об этом не думал. И позвоня сестре своей, я сказал, что есть трудности. Я еще в Киеве. Должен был быть в обиходах уже, потому что ехать недалеко, 4-5 часов. Она говорит, может, не нужно тебе туда ехать? А я точно знал, что нужно. И знаете, сейчас я благодарю Бога, что Он помог пережить тот опыт вот этой Божьей любви. Я понял то единство, о котором написано в Библии, когда ученики были едины. И я верю, что мы будем едины. И будем вместе встречать Христа. Пусть Бог благословит нас в этом. Хочется сказать, что это место, оно стало для меня действительно моей семьей. Мы в этом году с моим супругом, Олегом, были в санатории, мы семья. И я понимаю, что я туда приезжаю, а там родные лица. Удивительно так. Именно вот эти лагерные собрания, они подарили возможность быть нам вот такой большой-большой семьей. И в этой семье я понимаю, что я и супруга встретила, можно сказать, не на лагерном, но все эти изменения, все, что формировал Господь в наших отношениях, это все было вот в такой медико-миссионерской среде. Это и лидерская школа, и потом, когда мой будущий, как бы, тогда сыпруг был на школе, тоже мы молились. И я вот хочу, не знаю, такое обращение сделать к молодым, которые еще не знают, как будет, как служится их личная жизнь. И им кажется, что вот сейчас заеду, может быть, какое-то глухое место, и где же я найду там свою вторую половинку. Я вот хочу сказать, не бойтесь, идите за Богом, и Бог поведет вас. И главное, ищите не своей воли, а Божьей воли. Потому что однажды на лагерном собрании, когда у меня была очень сильная душевная борьба, это было два года назад, в последний день, за 10 минут до отъезда, я подошла к Анне Георгиевне и задала ей вопрос. И она сказала слова, которые я хранила в сердце. И именно эти слова, они позволили мне сделать шаг веры на то, чтобы создать вот ту семью, которая вот сейчас создана. И я верю, что это Божья воля и Божье благословение. И есть такая нужда молитвенная. Мы хотим служить, но у нас есть проблемы на работе, чтобы закрыть эти проблемы и не обмануть тех людей, которые мы пообещали, что мы выполним ту работу. Вот выполнить этот объем работы и все-таки служить Господу, потому что Москва, Московская область, она очень-очень нуждается в возрождении. И Господь делает это возрождение, потому что такого столботворения медиков-миссионеров, как вот в этом году, я еще не видела в нашей Москве. Я где-нибудь встречаю, везде они. Слава Богу! И вот очень хочется, чтобы вот с каждым годом этот зал все больше и больше заполняется на лагерных. Очень хочется, чтобы он так переполнился, чтобы надо было еще и еще делать такие собрания. Это огромное благословение. И спасибо вам, что первый раз на лагерном у нас была выставка, детская выставка здоровья. Это тоже огромный опыт, это благословение. И то, как мы смогли этой командой, которая здесь, частично здесь сформировалась, и мы оперативно подготовились, это чудо, и мы вымолили эту выставку, это было благословение. И когда пошли, вы знаете, какая была погода, и знаете, вот, если будете что-то делать, у вас могут быть холодно наступить, но я попросила, Господи, пускай так будет, но пусть на станции солнечный свет выглянет солнышко, потому что дети должны это увидеть. И так и произошло, когда дети были на станции солнечный свет, раступились тучи, и выглянуло солнышко. Так будет всегда, я верю в это. Спасибо Господу за это место. Эля говорит о погоде, а я тоже хочу подчеркнуть эту мысль, что у нас действительно большое благословение было погодом, потому что мог быть дождь, как в прошлом году, или солнце, но оно нас радовало, правда? Мы все подзагорели немножко, тепло, но мы перенесли все это, и все это уже рот, правда? Да. Это легче. Добрый вечер. Два года назад, когда мы первый раз приехали сюда, то есть эта поездка кардинально изменила мою жизнь, мое мышление, и вот опыт той первой поездки, то есть, когда мы пели вот эту песню, мы его любовь донесем всем людям. Я когда пел эту песню, я в душе молился Господь, дай мне эту любовь, чтобы я мог ее донести всем людям, потому что я видел, вы все этим занимаетесь, вы несете, а я этого не имею. Я стал как-то просить, я стал изучать, и я стал получать. Я понял, что когда получаешь, надо отдавать. Я стал об этом молиться, выпрашивать, и снова получать, и снова отдавать. Я стал этим делиться с другими людьми. И в прошлом году, те, кто был, может помнят опыт нашего стола, когда я предложил людям свою дружбу. За этот год наша дружба стала еще крепче, еще сильнее. То есть, когда мы встретились здесь, мы были самыми родными друзьями. Но этот год, с прошлого года, я молился уже за этот стол, который будет в этом году. И когда мы встретились за этим столом, то есть, я в ваших лицах, я видел всех кандидатов моего стола, чтобы стать вашим другом. Мне бы хотелось, чтобы вы все там были. Но, к сожалению, там было только семь счастливчиков, которые попали. И, ну, я рассказываю, это просто опыт, о котором я молился, я вижу, как Господь отвечает. И знаете, вот как сегодня на уроке мы изучали, что если ты хочешь чему-то научиться, начни этому учить других. Я понял, что любовь нуждается в выходе. Если ее не отдавать, если ее не делиться, то тогда ты не будешь ее иметь. Ты сам ничего не получишь. И вот, когда эти люди сели, я им, ну, в первую же встречу говорю, а знаете, я о вас целый год молился. И вот, наконец, вот, я с вами встретился. И вот, я не знаю, вас полюбил. И вот, вы уже для меня родные, хотя и не знакомые, но я знаю, что в конце этой встречи мы станем самыми родными друзьями. И, когда мы слушали здесь эти семинары, со столом у нас был особый семинар. То есть, семинар о любви Божьей, о любви человека к человеку. то есть, ну, сейчас это не передать и не пересказать, но это можно пережить. Ну, и к чему мы пришли? То, что, если я кого-то люблю, я получаю от этого благословения. Но Бог хочет, чтобы мы все любили, чтобы мы все отдавали, чтобы мы несли, чтобы мы не ждали, когда нас полюбят. Потому что важно нести эту любовь. И вот сейчас я, когда пою эту песню вместе с вами, я пою свой опыт, я пою свою благодарность Богу, что он этому научил и учит дальше. Я знаю, что этот опыт только начался. И он будет продолжаться всю жизнь. И я желаю, чтобы мой опыт послужил, может, толчком к размышлению, чтобы подобный опыт стал вашим опытом. Я желаю всем Божьих благословений. Дорогие братья и сестры, мне очень страшно сюда выходить, но еще страшнее стало, когда сестра Таня сказала, что она боялась, что не поделилась она. Я решила тоже, что я должна поделиться, потому что что-то нечто особенное было там пережить. Я думаю, не только мне, но я хочу свой опыт сказать очень кратко. Вот эти утренние вдохновения, они возбудили какой-то духовный голод. И я ощутила, что я просто внизу, в самом низу нахожусь. И понимаю, что очень нуждаюсь в преобразовании, в возрождении и в реформации своей жизни. Я очень благодарна Господу за это влияние, за четкие его призывы. Это были призывы от сердца Бога к сердцу моему, и я думаю, к вашим сердцам. Еще хочу сказать, я всю жизнь себя, но так, глядя на себя, я понимаю, что я грешный человек, что вижу свои проблемы, каждый из нас видит себя. И когда я становлюсь на молитве, я понимаю, что Бог видит еще глубже, еще больше то, чего я не замечаю. И я себя в глазах Бога понимаю таким ничтожным человеком, что когда я молилась, я всегда закрывала лицо, вот так вот, закрываю лицо, потому что мне стыдно приходить пред Богом. И вот этот семинар о вере Иисуса, я просто поняла, что Бог верит в меня, что Он видит меня обновленным человеком. И так же и я должна смотреть на других людей. Просто слава Богу! Родные мои, я хочу поделиться с тем и сказать, как Господь вел, прямо на крыльях привел меня сюда, потому что я когда, первый раз я сюда приехала в выходы лет 7 назад, как разбитая корыта, сил не было никаких, потому что, находясь на передовой, я и миссионерский, и много служений выполняю в церкви, и знаю, как враг ожесточается, когда истина доносится, и любовь больше растопляет в сердца людей. Сейчас, когда, и после того, я начала ездить только в наши санатории, в Кирьяковке была, в Ужгороде была, но когда вот услышала «Залагерное», еще с осени, вот просто не могла дождаться, когда я сюда попаду и катаю. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...